Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу рассказать вам, не рассказать вернее, а поблагодарить тех подписчиков и просто зрителей, которые даже может быть не подписаны, а случайно зашли на канал, которые пишут комментарии к моим видео. И вот почему. Они очень-очень помогают тем самым начинающим огородникам, которые иногда, как вам сказать, прослушав иногда мое вот это видео, я же живу в одном регионе, может быть человек живет в другом регионе, может быть ему это не подходит, он хотел бы услышать про свой регион, все особенности, но я не знаю, я вот например не знаю, как в теплых делает краях. Вот например, сейчас расскажу вам на примере вот про эти, про сидираты, когда я выложила вчера видео о посеве сидиратов, я рассказала только о своем случае. Ну вот зрительницы, одна вот прислала, например, с Белоруссии, которая написала про весенний, про преимущество весеннего посева, вот этой горчицы, например, сидиратов. И тут же другая зрительница отозвалась и написала, какие могут быть негативные последствия, например, при весеннем посеве. То, что она потом долго всходит и всходит, забила у нее морковку, ну короче, это не важно. Дело в том, что вот такие вот подробные именно о каких-то, о своих случаях, комментарии очень помогают другим людям. Может быть кто-то хотел бы посеять весной, а потом раз прочитал, а нет, она тогда будет мешать мне, например, другим растениям. И это очень важно, потому что мы все живем в такой огромной стране, регионы у нас разные, и у всех разные свои способы, вот этого, например, посева сидиратов или выращивания томатов. И когда вы даете вот эти комментарии, вы, как сказать, вот свой важный, накопленный годами опыт, вы делитесь им с другими людьми. Это очень хорошо, потому что, да, я вот дала тему про сидираты, но и рассказала только свой частный случай. А вот вы, когда написали, а, да, вот написано, еще бы узнать, где у вас, только, пожалуйста, если вот даете какие-то, ну, рекомендации или советы, вы говорите, какой у вас регион. Вот, например, говорят, у меня хорошо получается так-то и так-то. Ну, назовите регион, потому что люди хотят знать, подходит это им или нет. И вот именно из-за разности регионов вот эти комментарии ваши очень важны. Я даю, например, рекомендацию по своему региону. Кто-то добавит еще по одному региону, кто-то напишет совсем другой способ выращивания. И у человека вот соберется вот весь этот пазл, он все-все это проанализирует и выберет. Это очень важно. И вообще спасибо, что смотрите все мои видео, комментируете. Я, конечно, не могу сейчас вам всем отвечать, времени мало, но я сейчас делаю вот эти вот такие отметочки, нравится автору, вот где сердечко. Это значит, что я все комментарии ваши читаю ежедневно, все это я... И даже если я не отвечаю, то по наиболее актуальным вопросам я снимаю свое следующее видео. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Пишите комментарии обязательно. Если у вас есть какие-то интересные свои методы, я вообще завела общую тетрадь, подписала копилка советов. И вот в комментариях, когда нахожу какой-то интересный даже и рецепт, вот один выписала, и совет, и там применение каких-то средств, например, от насекомых, вредителей, я все в эту копилку советов от зрителей вношу. И на будущий год буду применять на своей практике. До свидания. Так что это не только начинающим огородникам помогает, и мне пользу принесет, и другим, даже опытным огородникам, которые по несколько десятилетий в огороде, они тоже находят среди этих комментариев очень важную информацию. Все, до свидания. Спасибо. С вами была Ольга Чернова.